По сущности трансперсональной психотерапии, чем она радикально отличается от других видов школ методов психотерапии, в чем ее уникальное предназначение. Только трансперсональная психотерапия способна работать с самыми глубокими проблемами и травмами, не только моими индивидуальными, личными, но и общечеловеческими. И это неизбежно, если мы хотим действительно раскрыть все свои возможности, способности по максимуму, развиться в желаемых направлениях до максимума, потому что в любой нашей индивидуальной проблеме, в любом конфликте есть более глубокие слои, которые связаны с универсальными человеческими проблемами и конфликтами. И поэтому, работая, например, на своих отношениях с другими людьми, например, это может быть конфликт, это может быть отношения парные, взаимоотношения в паре и стремление достичь максимального духовного союза в единстве со своим партнером по жизни. Это может быть стремление достичь максимума в родительствовании, в заботе о детях, о том, как вырастить и раскрыть все их возможности. В любом направлении развития есть универсальные общечеловеческие проблемы лежащие и конфликты, и не решив их лично, вот общечеловеческие проблемы и задачи, мы не сможем развиваться. И именно это поле и является универсальным полем действия трансперсональной психотерапии. Оно тесно связано с историей и с универсальными проблемами. Ну, скажем, если брать российскую ситуацию, то это, конечно, во-первых, травма крещения Руси. Да, Русь была шаманской, потом долгое время языческой, мы жили с Перуном, со славянскими богами, и потом произошел выбор веры и радикальный переворот. Аналогичная ситуация со всеми другими мировыми религиями. Ну, скажем, ислам тоже возник на почве предшествующей истории шаманизма, 40 тысяч лет шаманизма и 10 тысяч лет язычества. И когда в восьмом столетии, да, поначалу в Аравии он стал потихонечку все больше и больше завоевывать последователей, пришел на территорию современной России, да, то неизбежно очень многое оказалось под запретом, очень многое оказалось отрезанным, в том числе и наша связь с божествами, с высшими существами, которые были образцами развития. И вот эта непреодоленная травма, когда только один образец для всего, только одно правильное, а все остальное имеет печать и тень грехопадения, она является источником нашей ограниченности в современном европейском мире. И вот так возникает проблема инаковости, маргинальности, безумия, необычных состояний сознания. Они становятся вот единственным окошком к росту, к большему. Вот приобретает особую, но в то же время маргинальную роль и к ним относятся с недоверием. Вот поэтому, не преодолев в каком-то смысле вот эту брешь, мы не сможем исцелиться. Не восстановив свою связь с языческой историей человечества и шаманской историей человечества, мы никогда не раскроем все свои способности и возможности. В истории России есть другая драма. Это победа московского царства над новгородским царством, то есть победа империи над демократией. Расщепление православия на староверов и правильное православие – это другая величайшая трагедия. Это, конечно же, помимо всевозможного рода других событий, до конца неинтегрированных. То есть проблема не в этих событиях, а в том, что они не вошли полностью, они оказались вытесненными, и вместе с ними ушли многочисленные ресурсы и возможности наши. И сузилась возможность нашего проявления в нормальной, в обычной жизни. Но это, конечно, Октябрьская революция, когда около 10 миллионов россиян, которые создали Россию, цвет России, оказались за бортом жизни, истории. И либо оказались в Париже, Берлине и других странах, либо умерли в войне и в лагерях. Конечно же, это переход от НЭПа к сталинизму, это эра Хрущева и Брежнева, это перестройка и миллионы людей, которые погибли в результате постперестроечного травматического синдрома так называемого. Это, конечно, крах высокой идеи всеобщего равенства, свободы, братства, коммунизма, которое притягивало очень многие страны. Это был источник особого места и авторитета СССР. Сейчас такой великой идеи всепланетной у России нету. И, конечно же, это своего рода предательство и также то, что несправедливость люди чувствуют, что их ограбили. Поэтому вот все это является источником многочисленных травм. Я приведу только вот один пример, почему это важно. Ну, исторический пример. Это первая книга Карла Густава Юнга. Либидо и его метаворфозы, когда он работал со своей пациенткой. И в ее снах настойчиво повторялись ключевые события жизни Христа, его крестного хода, гефсиманского сада, предательства и распятия и вознесения. И только тогда, когда пациентка Юнга рассказала о своих снах, о событиях, о своем переживании жизни Христа и в каком-то смысле соединила свою женскую жизнь с жизнью мужчины Христа, она исцелилась. Да, вот ее представление о себе, о том, что она женщина, о том, что она ограничена, о том, что она не Христос, и были источником невозможности проявиться и проявлялись как патология. Но когда она восстановила эту связь, да, она исцелилась. Ко мне однажды такой очень благородный армянский бизнесмен привел свою жену, которая много лет не спала и никто из врачей не помогал. И после серии сессий голотропного дыхания, на которых она имела очень сильные драматические переживания, после третьей сессии она, наконец, рассказала, что она пережила вот эту армянскую резню, геноцид, когда было зарезано в 2015 году около полутора миллионов армян. На ее глазах, в ее переживания резали ее деревню, ее семью, ее детей, ее саму тоже зарезали. И только после того, как она ярко все пережила, да, она исцелилась, восстановился ее сон. Вот так вот непережитые трагедии, травмы, национальные травмы, семейные травмы, то есть какая-то вот проклятие или события драматические в семье, они влияют на нашу жизнь в настоящем. И из традиционной психотропии только некоторые школы более или менее работают с некоторыми травмами, ну, скажем, системной семейной терапии, работают с семейными травмами. Но с архетипическими драмами, с универсальными человеческими драмами работает только трансперсональный подход. И это вот как раз и составляет особое место, предмет и уникальную помощь, которую дает трансперсональное, ну, или в широком смысле духовно ориентированное направление психологии и психотерапии человечеству. Потому что трансперсональная терапия – это не только сугубо холотропное дыхание или другие методы трансперсональной терапии, связанные с регрессией, с медитацией и так далее, но это также трансперсональное искусство. Ну, скажем, вот та весть, которая идет в современное человечество через фильмы о древних богах, фильмы студии Марвел, о Торе, например, там, «Властелине колец» фильмы, такой кельтский ренессанс – это ведь тоже восстановление связи с языческим прошлым. Фильмы даже о Гарри Поттере – это для детей. В каком-то смысле, вот, мультфильмы – это шаманский мир, потому что там душа с душой говорит. Да, вот, поэтому вот это исцеление, восстановление связей проходит многообразно, и это знак того, что моя гипотеза о том, почему и как работает трансперсональная терапия, ее сущность справедлива, потому что человечество ищет многообразные способы исцеляться. Через искусство, через знания, через новые методы психотерапии, даже через политику, например, политика между религиями, понимание, межрелигиозный диалог, понимание того, что вот конфликты между религиями – это тоже фундаментальные конфликты, режащие в основе наших бытовых, житейских проблем. Это все ограничивает нас – неуважение, не признание друг друга своей истории, право своего взгляда на мир. Ну, если говорить об общечеловеческих ранах, то есть ведь еще и более глубокие слои, связанные, например, вот с тем, что человек – царь природы. Да, мы когда-то стали homo erectus, да, возвысились над всем животным миром и стали его уничтожать, и уничтожили очень много животных, охотясь на них, потребляя их в пищу. И здесь мы в каком-то смысле, вот делая это неосознанно, без уважения, как в некоторые древние времена, мы разорвали свою связь с миром всего живого. И, конечно же, сейчас есть движения, связанные отчасти движения и вегетарианства, и сыроедения, и в защиту животных всевозможные движения. Это выражения неполные, без достаточного понимания, но, тем не менее, какие-то пути найти решение этих проблем и исцеления. И, конечно же, это победа homo sapiens над homo denisicus и homo neandertalis, то есть, sapiens уничтожили все другие виды, стали главными, хотя неандертальцы населяли всю Евразию до sapiens, поэтому вот разрыв здесь, в человеческой семье, и пока мы это не пересознали, как бы не почувствовали, это тоже является источником. Вот какие-то такие промежуточные вещи, типа black lives matter, колено преклонения американцев перед черными американцами, это тоже выражение этого вины, но это слишком политизированные вещи, без понимания сути, без внутреннего исцеления. Они могут дать даже прямо противоположные результаты. Точно так же, как прямо противоположные результаты может дать перекосы в феминизме, в феминистском движении. То есть, вот мужчины в патриархальной цивилизации попирали женщин, вот теперь мы опять встанем на колени и возвысим женщин, и будем вот вводить квоты на женщин, на людей разных национальностей, на людей без образования там во всех политических структурах. То есть, все-таки нужно подходить взвешенно, мудро, с пониманием, потому что иначе все будет политизировано, станет опять-таки игрушкой в руках манипуляторов. И без вот такого фундаментального понимания истории, травм, того, как они ограничивают нас, того, как исцелять, мы опять-таки наделаем новых делов. Спасибо.